Когда же поставите последнюю точку в своей издательской деятельности и каков объем изданного вами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Последнюю точку ставит себе истощение, оскудение сокровищницы. Из которой подается. Мирские люди ставят эту точку или выстрелом, или петлей, когда понимают, что дать уже ничего не могут. Черпать негде, а без издания просто жить, пахать землю они уже не могут. Писание книг раздражает человека, делает его подозрительным, ревнивым к собратьям по перу и очень часто по-настоящему больным. Экклесиаста 12.12. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, а много читать утомительно для тела. Верующим же, верующим это никак не грозит, даже старости, что ни день у них только прибавляется. Иоанна 7.38. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Салом 91.15. Книга стихов «Церковь свободы тюрьма» содержит 318 страниц слов 62.336, знаков без пробелов, 342.762 с пробелами, 415.969. В 2005 году написано еще 480 новых стихов по 9 куплетов. Симфония на жития святых, 392 страницы, 121.292, 5587.764, 732.166. Симфония на 11 неканонических книг Библии, 406 страниц, 368.174, 463.430, 995.375. К истинному православию 480 страниц, 162.458, 919.81, 1.083.802. Для Слова Божия нет уст 468 страниц, 215.438.124.435.1.441.430. Новый Завет 1.452 страницы, 291.352.526.110.820.739. Новый Завет 2.752 страницы, 276.233.1.475.466.1.755.320. Новый Завет 3. 3.752 страницы, 271.803.1.489.482.1.763.946. В том числе все комментарии на толкование Блаженного Феофилакта в трех томах занимают 227 страниц, 777.781. Знаков без пробела 442.2.066. Знаков с пробелами 421.433. В 13 домах открытым оком 9776 страниц, в каждой книге по 752 страниц, слов 3.590.641. Знаков без пробелов 19.256.207. С пробелами знаков 23.4.724. Итого в 21 книге 14.276 страниц, слов 5.359.729. Знаков без пробелов 27.285.357. Для сравнения, Библия на русском языке в синодальном переводе 1876 года содержит Ветхий Завет из канонических книг 39 книг 929 глав 23.272 стиха 438.906 слов 2.059.465 букв. В неканонические книги входят также 13 и 14 главы книги пророка Данила и молитва Моносии. Вторая парлипоминон, 36 глава. Это составляет 172 главы, 5.855 стихов, 100.787 слов, 500.138 букв. Новый Завет содержит 27 книг, 260 глав, 7.955 стихов, 129.596 слов, 612.909 букв. Библия каноническая, 66 книг, 1189 глав, 11.227 стихов, 568.502.2 слова, 2.672.374 букв. Вся Библия с неканоническими книгами 77 книг, 1361 глава, 37.082 стиха, 669.284 слов, 3.172.512 букв. Во всей Библии полное количество знаков точек, 27.782, 86.464 точек, 12.268.2 и точек, 11.012. Восказательный знаков 2170, вопросительный знаков 3.362, кавычек 2050, скобок 4.308 пробелов, 710.040. Знак минус черта встречается в Ветхом Завете в канонических книгах 2.952 раза. В Новом Завете в Новом Завете 488 и звук иота в Ветхом Завете 20.809 раз. В Новом Завете 5.236. Итого в Библии черта 3440 раз. Иота 26.055 раз. Матфея 5.18. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля ни одна йота, ни одна черта, не придет из закона, пока не исполнится все. Учите математики, детишек, учите счету, хотя бы до семи. Поверьте, им не станет это лишним. Везде есть счет, любую вещь возьми. Один есть Бог Всевышний и Егова, одна душа и жизнь всего одна. Соединим ли их мы безусловно? Упустим время, наша в том вина. Два мира есть духовный и душевный. Плотским и низменным зовут его святые. Рождение два и смерти две не меньше. Одно духовное, другое от скотины. При счете три троичность божества и символ веры, чтимый наизусть. Хотя в Иисусе естества едва от Духа и от Девы Иисус. Четыре стороны земного шара евангелисты охватили словом. Хотя апостолов Господь послал на пару, тянули невод с неземным уловом. Пять чувств и составляют человека, умеющего видеть и расслышать. По запаху на вкус, на ощупь два завета, под толстой и стелящей кожей крышкой. Шестерка испоконфузатая пугает, в ней чудится антифестопечать. Напоминает Иденен Бугая, хотя одна лишь от тревоги часть. Семерка полота во всей неделе. Суббота день покоя и прообраз. Святого воскресенья на деле, а дальше неизвестность словно пропасть. Учитесь счету хотя бы до семи и далее. Плюсуйте беды, радость, плодоноситель летом, запасы для зимы. Введите счет всему и выдачу под запись. 20 ноября 2005 года Игнатий Лапкин